привет сообществу youtube сегодня вы со мной окажетесь в городе красноперековске в его обновленном парке мы погуляем с вами и посмотрим как же парк изменился в итоге у меня до этого было видео когда он еще был на реконструкции и сегодня мы увидим как он выглядит после полной реконструкции хотя у меня есть некоторые сомнения насчет ее полной в общем пойдемте все посмотрим мы сразу место сразу за администрации городской тротуары широкие удобные ровненькие новые деревца посажены тут в одном стиле сделаны дорожки все из плиточки как то так это все смотрится антивандальных фонарей очень много ну прошлое видео я оставлю ссылочку в описании там все рассказывала что используется какие материалы попадаем и теперь на волейбольную площадочку новенькую раньше у нас ее не было вообще в парке видим вот так вот лавочки поставленная тоже молодежь постаралась понятно им так удобно так а дальше мы попадаем на скейт-площадку скейт-площадка действительно очень современная много здесь различных локаций детвора целый день тут с раннего утра видимо это место очень приглянулась смотрите сейчас день и жара а их отсюда не выманешь даже жарким солнышком так вот все смотрится впереди деревянные качельки там на веревочках снова такого же стиля дорожки посмотрите какие симпатичные арочки они у каждой из них украшена светодиодной лентой вечером они по идее должны подсвечиваться очень так стильно смотрится единственное что интересно насколько их хватит когда они начнут ржаветь и будут их красить это мы можем узнать только со временем пока вот так вот все симпатично манжевельнички тоже растут не очень приятный вообще-то часть парка раньше была полностью запущена были какие-то старые дорожки и старенькая маленькая скейт-площадка все в этой стране больше ничего не было даже освещения по моему не было быстрее сколько фонарей просто их масса аллейка с можжевельников а это наши три штурма перекопа центральная аллея парка с множеством памятников тоже прошлом видео я рассказывала что за памятники здесь установлены это основной памятник трем штурмам перекопа и это памятник данка в принципе с этим памятником вообще особая была история он был когда-то медный его одной прекрасной ночью сняли и куда-то увезли наверное на переплавку цветных металлов потом все народом собирали на новый памятник уже из бетона его покрасили вот такой вот у нас теперь данка спортивные площадки это старенькая спортивная площадка рядом там новая уже поставленная спортивная площадка гт о в общем продолжают устанавливать различные снаряды детские площадки локации здесь много на любой вкус можно заниматься и детям и взрослым вот это вот часть парка которая рядом с бывшим летним кинотеатром потом здесь до двухтысячных годов был бар тони летний ну и как-то осталась эта вывеска и потихоньку это место простаивает и никому не нужно уже много лет скоро на лет 20 будут как она просто вот так стоит рядом было озерцо прудик лепетийный но тоже пока что он заросший не знаю будет ли здесь что-то доделываться смотрите тоже недавно сделали покрыли плиточкой и растет трава но это о чем говорит о том что наверное подрядчик оказался не совсем добросовестный и подложка там не очень хорошая видите как растет быстро трава здесь должна быть впереди арочка и так понимаю ли что-то зачем столбы просто без ничего чувствую какой-то 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 незаконченности есть деревянная беседочка красивая такая в общем вот эта часть парка она какая-то вот незаконченная еще до конца задний двор дома культуры вот так выглядит хорошо здесь положили асфальт в общем то здесь приятно так находиться сейчас раньше было такое чувство заброшки слегка старый асфальт здание было немножко уже такое ветхое сейчас сделали все это вид конечно стал намного лучше все поменялось лучшую сторону дом культуры сейчас смотрится привлекательно на обоих сторон лестничка обновленная сделанная которую тоже больше года никак не могли сделать арочки поставили приходит в парк вот так вот при выходе из площади впереди нас там скверик который сейчас на реконструкции потом как-то покажу это часть которой обещали сделать но до сих пор никак не доделают разобрали недостроенный дом с времен советского союза но территорию еще в порядок не привели хотя обещали сделать в короткие сроки как мы видим хотя бы там пытаются что траву вроде осят вот эта часть тоже здесь реконструкция улицы было но не закончена я как так понимаю валялись валялись поребрики так они потом куда-то делись линьевки сейчас только собрались доделывать ну так у нас все делается это у нас тоже по улице менделеева часть парка положили дорожки тоже покрытие новое новая плиточкой тут никогда и рукам не было если были тут старые заросшие место стало такое привлекательное раньше даже часть как парк не рассматривали просто какие-то заросшие кустая кустая кустарниками аллейки были но сюда никто и не ходил сейчас здесь даже приятно прогуляться парк смотрится действительно большие